Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо вы меня слышите и видите. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите и видите меня хорошо. Прекрасно. Ну что ж, коллеги, тогда начнем наш сегодняшний вебинар. Как всегда, перед вебинаром пару слов скажу на общую тему. Ну, прежде всех, кто со мной не знаком, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И сегодня мы остановимся на вопросе книгообеспеченности. Сегодняшняя тема книгообеспеченности – это просто. Это рекомендательный сервис в университетской библиотеке онлайн. И, как я обещал, пару слов общих. Ну, во-первых, сегодняшнюю презентацию, как и все презентации, которые мы обычно представляем, можно скачать в разделе «Ресурсы». Кто не знает, как открыть раздел «Ресурсы», сейчас покажу. Вот примерно вот здесь, в этом направлении, находится ряд кнопочек наверху в нашей вебинарной комнате. Это поднятая рука, смайлик, третья клопка слева. Это открытая папочка вот такая. Вот при нажатии на этой кнопочке будет открываться или закрываться окошечко «Ресурсы». И в этом окне появятся две ссылки и один файл, который можно скачать. Презентация, которую можно скачать, отмечена значком дискетки. При нажатии на эту дискетку происходит скачивание презентации на ваш компьютер. Обращаю ваше внимание именно на значок дискетки, а не на название файла. При нажатии на название файла ничего происходить не будет подобного. Так, но с этим закончим. И перед тем, как приступить к нашему вебинару, еще хочу два следующих вебинара проанонсировать. Первый из них состоится завтра, ой, прошу прощения, 26-го числа. Будет он называться «Креативные технологии в электронном обучении». Вот его название. Сейчас дам ссылочку на его регистрацию в этом вебинаре. И вот ссылка. Вести вебинар будет Татьяна Телегина. Должен быть достаточно интересный вебинар. Ну и еще один вебинар 27-го числа. Это мой вебинар. Это вторая часть такого двухчастного вебинара. Называется он «Понимание текста как медиа. Новые формы, новые структуры». Первый вебинар прошел 13-го января. Может быть, кто-то из вас даже на нем был. Но даже если кто-то не был, можно прийти прямо на вторую часть. Ничего страшного. Они не так сильно друг от друга зависят, чтобы нельзя было прийти. Значит, вот вторая часть. И вот ссылочка на регистрацию. Я вас всех зову на два этих вебинара. Должно быть интересно. Ну а сейчас давайте... Да, ну и конечно, как всегда, остальные наши вебинары будут поступать к вам из рассылок и новостей. Вот. Да, ну и, наверное, в ближайшее время мы сделаем общую страничку наших вебинаров, в которой будет план наших вебинаров до июня месяца. Более-менее утрясенный уже и определенный. Мы его, этот план уже почти знаем. Вот. Ну что ж, коллеги, давайте пойдем по нашей теме. Наша тема сегодня традиционная. То есть мы вебинары такие читаем примерно 2-3 раза в год с тем, чтобы показать нашим... Ну, во-первых, показать какие-то новинки, если даже их нет. Просто нашим новым или потенциальным клиентам показать, как работают те или иные сервисы нашей электронной библиотечной системы, университетская библиотека онлайн. Ну вот, давайте пойдем по нашей теме. Итак, книгообеспеченность – это один-единственный сервис. Этот сервис мы с вами не рассматривали, когда рассматривали общий состав сервисов и интерфейсов библиотекаря. Вот это один из них, но он требует отдельного рассмотрения, поэтому мы его вывели в отдельный вебинар. Да, предвосхищаю ваш вопрос. Почти всегда на вебинарах бывают вопросы. Будет ли запись данного вебинара? Да, запись данного вебинара будет, и она будет располагаться на нашем видеоканале в YouTube. Если вы промотаете чат в самое начало, в самом начале я дал ссылочку на наш видеоканал в YouTube, и вот там будет запись. Если вы раньше спрашивали, вы можете убедиться, что все предыдущие записи, которые были, всех вебинаров, которые были проведены, они там в настоящий момент располагаются в плейлисте вебинары, соответственно. Итак, сервис книгообеспеченности. И какие мы сегодня рассмотрим вопросы? Первый – это, собственно, традиционные пути обеспечения книгообеспеченности. Традиционный и тот, который предлагаем мы. Небольшое сравнение. Где находится сервис книгообеспеченности в интерфейсе ЭБС? Рассмотрим режимы книгообеспеченности. Дальше познакомимся с общим описанием интерфейса сервиса книгообеспеченности. Дальше наша небольшая пошаговая инструкция, как начать заполнять книгообеспеченность в соответствии с работой этого сервиса. Как добавлять отдельные книги или наборы книг в книгообеспеченность. Как пользоваться рекомендациями вузов для работы в книгообеспеченности. Ну и как воспроизводить в книгообеспеченности собственную сетку дисциплин. Ну что ж, давайте по этому плану пойдем. Пару слов о вступлении о том, что книгообеспеченность становится ключевой отчетной формой библиотеки. После отмены приказа 19.53 и частично с появлением приказа 16.51 в декабре 2016 года, все внимание обращено на Эвгоса, где написано, что библиотечный фонд должен быть укомплектован изданиями основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин модулей. Как обычно происходит работа с книгообеспеченностью? Рабочие программы дисциплин заполняются как преподавателями или кафедрами снизу, условно говоря, снизу, так и отделами комплектования библиотек сверху. И каждая книга подразумевает отдельную транзакцию. То есть одна книга, одно действие какое-то. Разумеется, при наличии огромного количества дисциплин в ВУЗе, сотни, а то и тысячи, это упирается в ресурсы. Финансовые ресурсы, время сотрудников, в наличие того или иного издания на рынке, либо в наличном книжном фонде. Мы предлагаем инновационный путь, когда с помощью рекомендательного сервиса книги для РПД могут быть подобраны за счет ЭБС. При этом необходимо, чтобы выполнялись три тезиса. Эта ЭБС должна обладать достаточным фондом для покрытия большинства дисциплин. Можно использовать некие дополнительные сведения от других ВУЗов по тому, как эта книгообеспеченность заполняется у них. Ну и чтобы можно было выгрузить данную информацию и использовать ее в виде отчетных документов. Прежде чем пояснить, как это делается у нас, давайте рассмотрим формальности, как можно перейти к сервису книгообеспеченности. Вот здесь главная страница нашего сайта. После нажатия на кнопочку, вот здесь может быть немножко не видно вам, вот это вот, давайте я лучше по номерам буду распределять. Сначала вы нажимаете на главной странице на кнопочку «Мой ВУЗ», попадаете в свой личный кабинет, в котором есть несколько вкладочек, и на котором вкладка «Мой ВУЗ» уже открыта. И здесь есть вертикальное меню, в котором есть пункт меню книгообеспеченности. Итак, 2 и 3. И вот вы уже попали в этот самый сервис книгообеспеченности, о котором сегодня пойдет речь. Прежде чем приступить к описанию, формальному описанию этого сервиса, хочу сказать, что у книгообеспеченности есть два режима. Эти два режима соответствуют, условно говоря, старому описанию и новому. Режимы называются АКСО, это старый режим, и режим УГС, это новый режим. Вот текущий режим обозначается вот здесь. А вот это вот, это кнопочка. Обращаю ваше внимание, это не информер, это не информация о том, какой режим включен, а наоборот, кнопочка для перехода в данном случае в старый режим. Ну, как известно, там режим УГСН, это примерно, не примерно, а точно, 55 различных групп, а режим АКСО, это, вот уже забыл, по-моему, 28, по-моему, было их, да? Вот, но при желании, можно переключиться в старый режим, по умолчанию включен новый режим, старый режим выглядит вот примерно так, с виду небольшие изменения, но вот здесь вот, если вы видите изменения вот здесь, вот в номерах, вот здесь примерно так, здесь видите вот такие вот номера, которые точками отделены друг от друга, по два, по два, по две цифры. вот, ну и давайте перейдем к описанию, собственно, интерфейса. Вот он, интерфейс, имеет несколько полей. Так, пытаюсь прочесть, правильно ли я поняла, что рассматривается новая есть для библиотеку, которая будет внедряться... Нет, это Наталья Викторовна. Мы рассматриваем функционал электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн, и внутри нее есть вот такой вот функционал. Уже названная мною кнопочка переключения режимов 1. Давайте я буду дублировать, да. Группа кнопок, которая позволяет скачать вашу книгообеспеченность в виде файлов одного из форматов. Ну, в частности, предусмотрено первый это формат Excel, второй формат CSV, и третий формат Excel с библиографическими описаниями. Эта кнопка выделена отдельно, потому что этот формат публикуется достаточно долго, и не всегда это надо так подробно. Третий пункт это, собственно, описание категории. Категория очень... Категория это такое общее название, чаще всего под категорией мы понимаем ОГСН, но может быть любая иная категория, которую вы создадите. Четыре это группа кнопок, которая управляет этой категорией. Мы чуть подробнее ее рассмотрим попозже. Ну, и кнопки, которые говорят, что делать вот с этой структурой структурой понятий, либо удалить, допустим, если мы здесь ставим галочку, то можем ее далее удалить при помощи кнопки 5. Можем добавить свою категорию в качестве базовой. Это значит категорию вне ОГСН, любую категорию, какую вы захотите. Ну, например, любимые книги ректора или книги для диссертации библиотекаря или так далее. Ну, в общем, как угодно. Либо, например, создаете отдельно книгообеспеченность для аспирантуры, которая автоматически у нас не создается, и тогда тоже вручную создаете все эти категории. Далее кнопочка 7. Вот это вот. Для отправки нам своей структуры книгообеспеченности, если вы не хотите самостоятельно ее создавать, то можете воспользоваться нашими услугами. Ну, и последняя кнопка 8. Это добавить ОГСН для того, чтобы добавить вот одну из этих строк стандартных одной из 55 ОГСН. Елена Эдуардовна, это стандартный сервис в нашей электронной библиотечной системе. Это я отвечаю на вопрос, то есть это возможности для сотрудничества вузов. Сотрудничество вузов здесь осуществляется косвенным образом через наш сейчас вы увидите как просто некоторые действия вузов они обобщаются с тем, чтобы остальным вузам было бы можно использовать информацию тех вузов, которые мы выбрали в качестве ведущих. сейчас мы до этого немножко дойдем и именно поэтому этот сервис называется рекомендательным. Итак, как же все-таки создавать вот такое вот да, я совсем забыл сказать, что вот конечно вот эта вот структура она открывается то есть вот эти вот давайте я сотру здесь то, что написал вот эти вот все строки они кликабельны и в них еще много много внутри категорий там ну сейчас сейчас вы увидите как это происходит внутри и вплоть до конкретной книжки то есть дисциплина там бакалавриат и список книжечек ну вот примерно как это выглядит вот одна одна из них открыта это первый уровень категории это сама ОГСН внутри вторая категория третья категория четвертая категория ну и где-то где-то здесь есть пятая в которой конкретные книжки итак что мы что мы должны делать первое это добавить на Татьяна Васильевна ну давайте я вот запомню это почему не получилось мне сейчас трудно сказать давайте давайте посмотрим передам ваше пожелание нашим библиографам итак первое что вам надо это добавить укрупненную группу специальностей и направлений подготовки по номеру ну вот например юриспруденцию внутри каждая специальность или направление подготовки имеет три ступени бакалавр магистр и так называемая литература по направлению это нераспределенная литература да а почему собственно литература там уже какая-то есть вот тут есть как раз тот аспект о котором я говорил который вам призван помочь во-первых когда вы загружаете ОГСН вы загружаете не пустышку а загружаете уже некий заполненный книгами шаблон назовем это назовем его так этот шаблон заполнен усилиями наших библиографов это первое и второе рекомендациями других вузов которые также заполняли книгообеспеченность и которые уже проделали эту работу и таким образом книжки попадают вот сюда из двух источников и с каждым то есть эти источники могут вас полностью удовлетворить либо что-то вы оттуда удалите а что-то новое добавите каждая да каждая ступень имеет два источника из базовых коллекций или из издательских коллекций да самое главное забыл сказать что внутри книгообеспеченности существуют не все книги ЭБС а только те на которых вы подписаны то есть книгообеспеченность можно формировать только из своей собственной подписки если вам интересно посмотреть книги нашей ЭБС другие не входящие в вашу подписку для этого существуют другие сервисы об этом я в конце нашей презентации остановлюсь итак исходя из чего заполнена УГСН в книгообеспеченность они заполнены исходя из ЭВГОС-3 это был последний ЭВГОС в котором были перечислены дисциплины в ЭВГОС-3 плюс дисциплин как таков их уже нету ну на что-то мы должны опираться и вот мы сочли что вот опереться на вот это вот описание дисциплины оно будет наилучшим образом ну а разумеется каждый ВУЗ может потом этот шаблончик взять и изменить по своему по своему собственному усмотрению наполненность УГСН книгами она носит такой двоякий характер с одной стороны достаточное количество дисциплин уже сами по себе внутри УГСН заполнены литературой ну есть также вот эта литература по направлению это литература которая нами помещена в данные УГСН но не распределена между конкретными дисциплинами и это вы можете сделать сами при помощи интерфейса в частности для этого вам надо выделить данные книги галочки как вот сделано вот здесь и воспользоваться вот этой вот этой не кнопочка как это называется пиктограммкой для того чтобы добавить эти книги в ту часть куда вы хотите вот 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 эта пиктограммка она образуется только тогда когда где-либо вы выбрали нужные вам книжки сейчас по-моему она где-то у меня есть не вижу сейчас одну минутку да я говоря здесь вот по шаговой инструкции я совсем забыл вам описать вот этот вот набор пиктограмм который возникает рядом с каждой с каждой сущностью с каждой строчкой в книге обеспеченности итак давайте их рассмотрим вот эта кнопочка один она существует не всегда это как раз та кнопочка о которой я только что говорил кнопочка для переноса выбранных книг в нужную дисциплину или в нужную строку вашей книгообеспеченности вторая кнопочка служит для добавления книг при помощи специального поискового механизма механизма книгообеспеченности мы об этом еще поговорим с вами сегодня третья кнопочка создает категорию внутри внутри категории ну например внутри дисциплины иностранный язык можно создать еще под категории по различным иностранным языкам английский язык немецкий язык и так далее четвертая кнопочка переименовывает категории например вам надо переименовать дисциплину у вас она чуть-чуть по-другому называется и вы можете воспользоваться вот этой кнопочкой для этого пятая кнопочка позволяет сохранить содержание данной категории в виде excel файла ну и шестая кнопочка она стирает данную удаляет данную данную категорию давайте я сотру это и пойдем дальше и так да вот про перенос книг мы с вами поговорили теперь собственно добавление да вот вот так происходит эта кнопочка 2 вот в моей в моем предыдущем описании так происходит добавление новой категории вот да вот как раз тот самый случай когда категория иностранный язык мы в нее хотим добавить какие-то новые категории например конкретные языки возникает вот такая вот окошечко в котором можно указать название новой категории английский язык немецкий язык и так далее нажать на кнопочку подтверждаю и эта категория добавится сюда в иностранный язык ну теперь собственно о добавлении книг конечно то что какие-то книги может быть половины или больше может быть вообще почти все уже в результате нашего сервиса находится там где надо это здорово но конечно надо иметь возможность добавлять конкретные произвольные книги из нашей ЭБС собственно внутрь любой вашей категории для этого существует вот эта вот кнопочка добавление книг добавление книг в категорию то есть в любую в любую строчку книгообеспеченности можно добавить конкретную книгу или выборку книг что при этом происходит при этом появляется вот такой вот поисковый механизм специализированный поисковый механизм книгообеспеченности этот поисковый механизм он такой сочетает с себя собственно поиск и ряд фильтров можно фильтровать по названию дисциплины по названию раздела либо искать по автору и названию дисциплины и раздел это фильтры которые выбираются из списка то есть вы подбираете ближайшую по названию дисциплину себя ну если эта дисциплина общепринятая такая как физика там философия то понятно что она один в один найдется если это дисциплина специфическая для вашего вуза то можно наверняка подобрать какую-то близкую по названию дисциплину это здесь вот здесь вы можете выбрать один из разделов рубрикатора нашей электронной библиотечной системы ну а здесь можете выбрать автора или название в принципе здесь в пунктах 3 и 4 можно выбирать частичные имена ну например только фамилию автора или только некоторые слова из названия книги но пункты 3 и 4 они работают по логическому закону и то есть поиск пытается найти вообще все 4 вот эти пункта они работают по закону и то есть ищется в данной дисциплине выбранной дисциплине выбранной выбранном разделе выбранный автор и выбранное название или частичное название да вот но любой из этих пунктов можно не заполнять например 1 2 3 можно не заполнять а заполнить только примерное название или несколько слов из названия и тогда просто будет длинный список в котором вам придется как-то выбирать ну обычная обычная ситуация с с поиском поиска с поиском и фильтрацией вот примерно это происходит после после того как вы определились с вот этими четырьмя пунктами высвечиваются книги которые нашлись и эти книги можно добавить либо не добавлять в ваш в тот пункт книгообеспеченности от которого вы нажали кнопочку добавления книг чтобы они добавились надо здесь вот выбрать вот эти пункты и тогда можно уже вот сюда вот добавить дисциплину да например вот обращаю ваше внимание что здесь есть обозначение надежная или ненадежная данная книга ну это вот головная боль любой библиотеки и наша головная боль это те книжки которые 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 в нашей ЭБС не по длительным договорам присутствуют вот поэтому мы даем вам возможность посмотреть надежная книга это значит долговременный договор а ненадежная книга это значит договор годовой и соответственно есть некая вероятность что эта книга из ЭБС пропадет вот ну все таки не так много книг на самом деле пропадает то что она ненадежная не означает что она стопроцентно пропадет мы конечно принимаем все меры чтобы продлить и договоры краткосрочные просто мы хотим дать вам знать что чтобы вы понимали риск данной книги а вот да кстати и эту же информацию можно посмотреть сейчас я посмотрю где-то у меня здесь было что-то что-то не вижу где эти галочки сейчас может быть еще где-то будет в интерфейсе есть такие галочки в котором да к сожалению что-то не вижу здесь к которым можно подвести стрелочку курсора и тоже появится информация о том надежная книга или ненадежная ну и последний способ о нем попозже поговорим это выгрузить все книги в Excel файл и в Excel файле там не только информация о надежности а полная информация о том когда этот договор заканчивается то есть в Excel файле наиболее подробная информация о о тех книгах которые которые добавлены в УГСН ну и вообще напоминаю что можно всю книгообеспеченность скачать в один большой файл да вот сейчас мы как раз об этом поговорим выгрузка напоминаю что в самом верху наверху сервиса книгообеспеченности вот прямо за словом книгообеспеченность есть три иконочки это экспорт всей информации помещенной в таблице книгообеспеченности формат Excel формат CSV либо формат вот еще раз первая кнопочка вторая и третья и формат Excel Excel с библиографическими описаниями если вы нажмете на третью кнопочку появляется вот такое вот предупреждение вам требуется библиографическое описание процесс формирования библиографического описания для каждой книги вашей подборки может занять много времени если вы не уверены что библиографическая запись может вам потребуется щелкните нет вот ну или да соответственно если она нужна конечно иногда это очень удобно иметь в одном файле все библиографические описания вот прошлый раз когда я читал этот вебинар как раз люди очень интересовались как бы иметь в одном месте все библиографические описания потому что они необходимы собственно для работы для выбора ну вот вот это один из способов это выгрузить файл Excel и поработать сначала с ним и потом уже перенести все это в сервис книгообеспеченности поудалять то что не надо например там или или что-то добавить вот ну и сейчас одну минуточку вот так вот выглядит это только часть файла весь файл он длинный содержит примерно в два в два с половиной раза больше столбцов чем здесь вот здесь представлено ID книжки автор полное название номер ISBN количество страниц издательство место издания год издания а еще дальше там есть гриф библиографическое описание если вы его выбрали ну и много еще другой информации да вот то о чем я вам говорил сроки действующих прав грифы и так далее ну и разумеется срок действующих прав это не те права что вот после них уже точно не будет а срок действующего договора который периодически продлевается ну и собственно почему мы называем свой сервис рекомендательным вот почему потому что ряд книжек у нас подсвечены таким зелененьким цветом это означает что это эта книжка была включена в книгообеспеченность нескольких вузов ведущих скажем так ведущих российских вузов и эта информация у нас есть и она обобщена и помещена сюда вот в виде вот этой вот циферки 4 да в данном случае эта циферка 4 означает что 4 вуза поместили эту книжку в соответствующую строку книгообеспеченности поэтому мы ее взяли и вам тоже рекомендуем в качестве книжки которая может пригодиться вам вы с этим выбором можете согласиться можете не согласиться вот но чем больше эта цифра тем больше вероятность того что вам эта книга пригодится и на нее надо обратить пристальное внимание вот собственно в этом одно из ноу-хау наших нашего сервиса книгообеспеченности это ну нет ноу-хау нельзя это назвать один да вот один из двух столбов на который стоит наша книгообеспеченность это первое это рекомендации наших библиографов вам и второе это рекомендации ваших коллег вам да и вот собственно на вот этих рекомендациях мы и хотим чтобы вы строили свою книгообеспеченность книгообеспеченность надеемся что чем дальше тем меньше дополнительных действий вам придется делать для полного заполнения книгообеспеченности конечно да вот я вот сейчас вспоминаю те вопросы которые мне задавали на предыдущих вебинарах о том что а все равно мы нам удобнее пользоваться обычным поиском мы сначала пойдем туда поищем в обычном поиске и после этого уже эту книжку каким-то образом в книгообеспеченность будем закидывать путь возможный но не самый оптимальный потому что обычный поиск он напрямую с книгообеспеченностью не связан а это значит что вы берете на себя вот тот самый первый путь который я описал то есть одна книжка одна транзакция и ничто вам уже не помогает только вы рассчитываете только на свои силы и нашими рекомендациями не особенно хотите пользоваться а между тем в самой книгообеспеченности как я вам сейчас только что показал существует практически такой же поиск который позволяет вам добавлять книжки одним кликом в вашу книгообеспеченность вот я вас призываю когда вы работаете не общие какие-то работы делаете в ЭБС а составляете книгообеспеченность пользоваться именно тем поиском которые я вам сейчас показал а не тем которые общие есть на сайте для всех категорий пользователей да обращаю ваше внимание совсем вам забыл сказать что собственно сервис книгообеспеченности доступен не только библиотекарям но и преподавателям и в принципе вы можете вовлечь их в свою работу с использованием этого самого механизма о котором я сейчас рассказал и тогда ваши совместные усилия могут внутри этой книгообеспеченности отображаться я понимаю что преподавателей не так легко вообще заманить в ОБС иной раз да но тем не менее если хотя бы на уровне завкафедры кто-то совместно с вами проводит работу так или иначе они с вами проводят эту работу да то могут вам помочь и прямо изнутри ОБС пользуясь тем же самым сервисом конечно в роли студента этот сервис не работает и никто из студентов к вам туда зайти и поломать ничего не может только в старших ролях работает этот сервис у преподавателя и у библиотекаря собственно у вас так да что я вам не сказал да ну разумеется рекомендуемые книги также отображаются в этой Excel табличке да и вот те самые галочки о котором я упомянул да вот видите здесь перед перед каждой книгой вот здесь наконец развернуто полностью дерево да даже вот так да дерево категории и вот мы дошли здесь до конкретной книжки да и возле каждой книжки стоит вот такая вот галочка вот эта галочка означает надежную книгу а если вы поднесете к ней мышкой ну я разумеется на в презентации этого показать не могу если вы поднесете мышку сюда то появляется информация о сроке действия договора на данную книжку вот это вот рекомендация она тоже отображается в Excel таблице ну вот здесь как раз следующие несколько несколько столбцов того самого Excel файла которые мы тут рассматривали немножко раньше вот это вот вот это вот Excel файла если мы его дальше посмотрим то тут вот есть гриф сейчас правда грифы все как известно обнулены да вот приказом 1651 информация о доступности до это вот как раз информация о того когда заканчивается текущий договор на данную книжку и вот наличие рекомендаций от других вузов тоже вот здесь есть ну и формирование собственной сетки дисциплин последнее что мы здесь рассмотрим как я уже говорил кроме собственного ГСН который добавляется по вот этой вот кнопочке добавить УГСН вы можете создать собственную сетку делается это следующим образом либо вы используете вот эту вот кнопочку добавить свою категорию в качестве базовой и дальше можете добавить любое название не связанное с названием УГСН дальше вручную туда заполнять книгообеспеченность ну вот один из примеров это как раз книгообеспеченность например для для аспирантуры которая автоматически у нас не заполняется ну и много разных других вариантов вот либо вот эта кнопочка по которой вы можете отправить свою собственную структуру в произвольном файле для заполнения вашей книгообеспеченности вот так выглядит если вы нажмете на кнопочку отправить свою структуру вы можете либо сюда прямо поместить текст с теми с той структурой которая вы хотите чтобы была в книгообеспеченности либо прессовый купить файл в любом текстовом или табличном формате размером до 10 мегабайт несмотря на то что сам принцип книгообеспеченности уже действует у нас уже примерно полтора года вот этот вот рекомендательный мы расширяем список тех вузов на которые мы да 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 именно это я имел имел ввиду но пока эта информация у нас есть раз она есть то есть она лишней быть не может когда окончательно уйдут все эти грифы вот тогда мы от них и начнем избавляться сейчас пока пусть лучше эта информация будет чем ее не будет вот значит расширяется база тех вузов на которых мы строим свою свой рекомендательный сервис в настоящий момент сервис основан на анализе около 50 рабочих программ дисциплин 50 лучших вузов вот ну и дальше будем расширять потому что чем больше таких вузов мы рассматриваем тем тем сильнее вот этот вот принцип рекомендательности больше литературы в него поступает коллеги слышите меня поставьте плюсик пожалуйста если слышите я прошу прощения у нас тут отключили электричество вот поэтому пришлось срочно восстанавливать соединение ну что ж тогда давайте продолжим уже осталось не так долго до конца нашего вебинара итак если вам необходимо провести более полный поиск по всей нашей ЭБС а не только по книгообеспеченности которые напоминаю в которой представлено только ваша подписка собственная то вы можете использовать несколько путей ну во-первых вы можете просто запросить у нас полные таблицы ОГСН в Excel у своих менеджеров они вам это пришлют если вы еще не подписаны на нас вы можете использовать тестовый доступ а в тестовом доступе отображается полная подписка на ЭБС ну и наконец вы можете использовать еще еще два сервиса во-первых в подвале нашего сайта на главной странице есть категория навигации и в ней есть пункт меню УГСН ОКСО вот этот вот при нажатии на него возникает вот такой вот поиск по всем по всему по всему составу нашей электронной библиотечной системе в разрезе УГСН ну и наконец что удобнее делать вы можете использовать нашим специальным сервисом который вот здесь вот представлен он называется угсн.библиоклуб.ru где есть удобный интеллектуальный поиск по по всей не по подписке а по всей нашей ЭБС в разрезе УГСН дисциплин и так далее делается достаточно просто прямо на главной странице этого сервиса нажимаете сервис нажимаете кнопочку дополнительно и подбор литературы вот сейчас я включу карандаш дополнительно и подбор литературы по дисциплинам после этого у вас возникает здесь вот вы можете добавить свой список дисциплин прямо текстом и вы можете воспользоваться тремя видами тремя режимами поиска точным поиском в этом случае будет производиться поиск только по точному наименованию точному соответствующему дисциплин вашему списку интуитивный поиск это когда поиск будет производиться примерно по такой интеллектуальный поиск когда вашим дисциплинам будут сопоставляться еще и похожие дисциплины по мнению этого сервиса но им лучше пользоваться тогда когда не сработал точный поиск ну и третий путь это автоматический поиск это интуитивный поиск который запускается в том случае если точный не сработал вот такой вот ну и кроме того здесь есть фильтрация для книг в дисциплине по годам там и так далее очень удобный сервис я предлагаю им воспользоваться ну насколько я понял приказ 1651 да требования к устареваемости литературы тоже ушли то есть ну потихонечку как это говорит либерализуется законодательство по отношению к вузовским библиотекам я так понимаю что дается уже на откуп вуза принятие решения по поводу вот этих вот сроков ну что ж коллеги как раз вот мы в час уложились я готов ответить на ваши вопросы а вам в свою очередь предлагаю нашим сервисом воспользоваться и посмотреть насколько это для вас удобно или нет высказать ваше мнение в help или вашим менеджерам по поводу удобства пользования нашим сервисом пока вы думаете о вопросах я хотел бы вас поблагодарить за то что вы пришли и не покинули наш вебинар во время нашего технической небольшой катастрофы есть ли привязка дисциплин к кафедрам ну насколько я понимаю нет потому что кафедра оно это такое понятие нестандартизованное мы о ваших кафедрах ничего знать не можем об их наименовании поэтому нет и вам всем спасибо я напоминаю что я остаюсь с вами и буду еще большую долю вебинаров от имени директ медиа читать приходите на наши вебинары будет еще много интересного и константин николаевич костюк будет читать ряд интересных вебинаров и приглашенные нами эксперты тоже их достаточно много намечается где можно смотреть новые книги шестнадцатого семнадцатого годов вы можете в нашем поиске в обычном нашем поиске выбрать диапазон годов в котором производится поиск литературы соответственно там эти книги посмотреть но не думаю что книги семнадцатого года уже есть у нас потому что все таки происходит определенное время должно прийти до помещения книг ВБС ну шестнадцатого года точно должны уже быть коллеги спасибо вам еще раз я вас покидаю оставь так что-то еще вопрос да сотрудничество да и вам тоже спасибо спасибо большое я как всегда ухожу из эфира еще примерно минут пять остаюсь в чате да я об этом приказе упоминал это многое этот приказ многое изменяет в нашей с вами деятельности ну что ж коллеги до свидания я пять минут еще остаюсь в чате если будут какие-то вопросы постараюсь ответить встретимся с вами на новых вебинарах всего хорошего у у у у Продолжение следует...